Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект «Автостоп-шоу» приветствует вас на Пилот-радио. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яуро и я, Марина Семенова, вновь с вами. Здравствуйте. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующей. На протяжении получаса будем обсуждать вопросы, связанные с дитейлингом. Слово для многих новое и непонятное. Обязательно расскажем о нем всего подробно. Более того, расскажем, где дитейлинг есть. Хороший дитейлинг есть в Твери. Разбираться о всех тонкостях нам будут помогать авторитетные эксперты Александр Хромцовский и Норманс Кумски, учредитель и директор Хромиум Центр. Итак, здравствуйте, Александр, здравствуйте, Норманс. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши гости, эксперты дня, пришли не с пустыми руками, это уже традиция. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у них заготовлен специальный тематический автоприз. Сегодня это пять премиум комплексов мойки. Пять премиум комплексов. Обязательно разыграем этот приз. Среди слушателей автостоп-шоу на Пилот-радио напомню, телефоны нашей студии 330-777 и 78-7710. Звонить нужно чуть позже. Следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. Также впереди вас ждут наши познавательные рубрики «Автофакты» и «Авторелиз». Ну а прямо сейчас я предлагаю начать с рубрики «Автофакты». Детейлинг. Комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем. Впервые детейлинг появился в США, в Южной Калифорнии, затем эту практику переняли в других странах. На сегодняшний день только в США насчитывается более 50 тысяч детейлеров. Изначально детейлинг служил для подготовки автомобиля к участию во всевозможных выставках. Сейчас это просто ряд процедур, обеспечивающих автомобиль защитой от вредного воздействия окружающей среды и придающий ему эстетичный внешний вид. Вот такая у нас вводная часть, детейлинг. Я думаю, у вас есть что-то дополнить, да? Что же такое детейлинг? Про что-то мы услышали, а как дело обстоит у нас? Итак, Александр, пожалуйста. Здравствуйте еще раз, радиослушатели. Ну, как уже было сказано в ролике, детейлинг у нас есть, и он хорошо развивается. И сегодня бы хотелось рассказать о детейлинге двух видов. Это повседневный детейлинг, который мы проводим на базе своего центра, и периодический детейлинг, который мы рекомендуем делать раз в сезон или раз в квартал. Ну, и хотелось бы сразу отметить, что детейлинг, который повседневный, это то, что вы наблюдаете каждый день на моечных станциях, где вы приезжаете, чтобы отмыть свой автомобиль. Ну, а в чем разница? Вот обычные мойки, наверное, классические, с которой наши радиослушатели сталкиваются, ну, если не раз в месяц... И тут вдруг такое название, детейлинг. Да, и вот детейлинг-центр Хромиум. Ну, здесь стоит отметить... В чем подход? Да, здесь стоит отметить именно то, что эра бесконтактных моек, она уже ушла в прошлое, можно так сказать, несмотря на то, что она достаточно молодая, и более 15 лет, и пришла она к нам с Европы. Сейчас те же европейские стандарты говорят о том, что мыть автомобиль лишь бесконтактной мойкой, это вредно прежде всего для ЛКП автомобиля. Поэтому первое, о чем мы хотели рассказать, это именно о применении двухфазных и трехфазных моек. А вот с этого места поподробнее, что значит двух- и трехфазные? Вот тут начинается конкретный детейлинг. Вот это, наверное, и есть детейлинг, Марина. Да, да. Значит, первая фаза мойки у нас все так же осталась бесконтактной, но в результате... То есть от нее, от бесконтактной мойки уйти полностью нельзя? Конечно, потому что крупная грязь, она все-таки должна смываться с автомобиля, прежде чем начали использовать уже детейлинг средства. Они работают исключительно на чистом автомобиле, к сожалению или к счастью. Вот. И поэтому первая фаза мойки все так же бесконтактный состав. Единственное отличие в нем, это то, что он низко щелочной, опять же. Потому что его главная задача это смыть крупную грязь. А со второй фазы уже начинается детейлинг. Это уже так называемые ручные шампуни, которые наносятся на автомобиль все так же через пенокомплект или пеногенератор. И отличие их основное в том, что разносит их по кузову с помощью крупнопористой губки. Крупнопористая губка служит как впитывающая... То есть это не обычная губка, которая... Да, это губка, которая призвана не царапать ЛКП автомобиля. Даже если мелкая дисперстная грязь осталась на ЛКП, она забивается в поры этой губки. Вот. Тем самым не царапая. Плюс ко всему, второй фазы шампунь, он содержит в себе также консерванты и гидрофобные составы. То есть после мытья второй фазы у нас пропадают статические загрязнения. То есть эффект антистатика на кузове. То, что мы видим в летнее время, например, когда пыль налипает, то вроде машина чистая, но пыльная. Вот вторая фаза мойки, она как раз убирает вот эту статику. И, соответственно, для придания блеска, хорошего гидрофобного эффекта, во второй фазе еще содержатся воски, консерванты и осушители. Это усиливает эффект? Это усиливает. Прежде всего стоит отметить, что любая премиум-мойка, она, получается, имеет накопительный эффект. Потому что нельзя, мы не можем как бы за одну мойку сразу поврежденный лак восстановить, и, соответственно, чтобы он горел, как новый автомобиль. А конечной задачей является именно как раз полностью избавиться от каких-либо последствий эксплуатации и восстановить буквально до конвейерного состояния машину. Ну, до конвейерного состояния это больше уже другие задачи детейлинга. Такие как полировка, нанесение керамических составов, жидких стекол. Скорее всего, это больше вот к этой проблеме относится. А вот, например, есть еще защита автомобиля. Тут мы уже используем, чтобы сохранить конвейерный вид, мы уже используем полиуретановые пленки. Их основное отличие от обычных винилов, это, конечно, толщина и наличие так называемого защитного слоя, который и придает блеск и гидрофоб. Давайте к мульонкам мы еще вернемся и еще закончим по мойке. А в чем вот премиальность вот этой мойки, в чем заключается? Мы анонсировали, что это премиум-мойка. Да, все-таки, если мы говорим про премиум, мы конкретно у себя в центре имеем в виду все-таки химию немецкого производителя Кох. Чем она так хороша? Да, Кох, завод находится в Германии, она не разливается у нас в России, она именно поставляется к нам с завода. Я могу сказать, что как раз хромиум-центр является дистрибьютором фирмы Кох по нашему региону. Да. И, соответственно, помимо дистрибьюторства мы еще и проходили обучение конкретно у специалистов этой компании. И наша деятельность в центре, она строго по регламенту, которую нам дали на обучение. Соответственно, премиальность ее заключается, первое, это в производстве, второе, что нет аналогов на рынке именно такого качества. Есть менее качественные аналоги, более дешевые, так скажем, но все равно, сколько мы пробовали, лучше, чем Кох, мы не можем найти. И, соответственно, поскольку завод был запущен в 1968 году, сами представляете, сколько лет они уже трудятся на благо создания хорошей химии. Постоянно совершенствуют. Ну, вот мы говорили о фазах мойки, мы пока назвали только два, а вы сказали, что они бывают трех- и четырехфазные. И это, наверное, связано с сезонностью. Да, все верно. Во-первых, хотелось бы отметить, что в летнее время мы консерванты меньше используем, потому что они являются также, ну, слишком жирными, так скажем, если обычным языком говорить, для лакокрасочного покрытия. И летом, как раз, когда повышенная запыленность в городе, пыль эта все-таки оседает, поэтому мы останавливаемся на второй фазе. То есть, летом это двухфазная мойка? Да, летом это двухфазная мойка, и по желанию клиента мы можем наносить отдельные спрей-силанты, это мы дальше расскажем про это, которые будут просто усиливать блеск без эффекта накопления. Вот. И в зимнее время, получается, у нас добавляются аж две фазы. Почему, сейчас расскажу. Во-первых, у нас добавляется фаза предварительной мойки, которая включает в себя нанесение состава на сухую грязную машину. Этот состав, он разбивает пленку, образовавшуюся на машине из масел, колодочной пыли, которые у нас на асфальте поднимаются нашими покрышками и, соответственно, остаются на заде идущей машине. Так вот, вот этот состав, он разъедает эту пленку, делая работу для первой фазы наиболее легкой. Дальше идет первая фаза, вторая фаза тоже самое, и третья фаза уже вступает консервант. Если мы говорим про премиальную мойку и мойку, содержащую диоксид кремния, эти две мойки, они заполняют разрушенную поверхность лакокрасочного покрытия, делают ее гладким, а, соответственно, это и есть гидрофобные свойства. То есть, ну вот, в принципе, вкратце... Просто, знаете, все замечательно. Я думаю, первый вопрос, который возникает у наших слушателей, это, наверное, очень дорого. Вот какова цена, да, разброс цен, вот примерно от до, если вот действительно по-хорошему, вот в зимний период вымыться и вот обслужиться у вас. Да, разброс цен в зависимости от категории автомобиля, то есть, либо это седан, либо это паркетник, либо это большой внедорожник, таков, примерно от 800 рублей до 2100 рублей. Но это мы говорим о полном комплексе. Это мы говорим... Зимний комплекс уход, да? Да, это уход. Вот если мы говорим уже про полные комплексы, это все-таки от 1250 и опять же до 200. То есть, финальная цифра это 200. Это на самый большой внедорожник. А вот как часто вот вы, как специалисты, рекомендуете мыть машину? Ну вот я понимаю, что по мере загрязнения, да, но тем не менее, все-таки какие-то рекомендации общие существуют? Да, конечно, существуют. В летнее время это не, ну, где-то порядка один раз в месяц, опять же, зависит от загрязнения. Тут летом больше эстетика. Тут уже каждый как хочет, так и делает. А вот в зимнее время с наличием наших реагентов и, ну, нечищенных дорог, так скажем, на ЛКП автомобили оседает много загрязнений, которые пагомно влияют все-таки. И мы стараемся клиентов ориентировать на то, что нужно раз в неделю мыть автомобиль, стараться, по крайней мере. И мы тут с Александром как раз готовясь к этой программе общались, и я узнал такую интересную подробность, что, оказывается, вот такую премиум-мойку можно чередовать с обычной мойкой. То есть можно отмыть машину за меньшие деньги, просто, скажем так, смахнуть грязь, но периодически все равно надо восстанавливать, чтобы добиться накопительного эффекта. И как часто вот это надо делать премиум-мойку? Тут, чтобы добиться накопительного эффекта, как раз нужно не менее пяти моек совершить на автомобиле. Но это же не надо каждую неделю делать, допустим. Ну, вот первые пять, наверное, нужно делать просто от раза к разу. А вот в последующем, когда накопительный эффект будет достигнут, пленка образовывается будет на вашем лакокрасочном покрытии, которое нельзя за один раз смыть на даже щелочной мойке. Поэтому вот этот эффект, он будет сохраняться, даже если вы будете мыться где-то в других местах. Исключение составляет, ну, мойки, которые используют фосфат, содержащую химию. Мы уже столько интересного рассказали о детейлинг у нас в Твери, да. И хотелось бы, конечно, чтобы вы хотя бы назвали место расположения хромиум-центра. Куда обращаться за такими фидисами? Мы находимся на улице Александра Завидова, 13-12, строение 1. Ориентир — это автовокзал и корпус ТГУ. Ну, хромиум-центр, да, там большими красивыми буквами всё написано. И мы вот сейчас рассказывали про повседневный уход за ЛКП автомобилей, говоря, двух-трёхфазных моек. Также у нас есть ещё и циклический, так скажем, нерегулярный уход за лакокрасочным покрытием, который невозможно сделать, ну, простыми или нано-автошампунями. Вот, я говорю сейчас о таких загрязнении, как битум, инородные вкрапления, птичий помёт, водный камень или звездковый налёт, а также там липа, которая остаётся в летнее время на ЛКП. Да, все мы знаем, что это, что такое липа на машине. Да, и, к сожалению, если вот битум, он образовывается на поверхности, ну, так скажем, не образовывается, а накапливается на поверхности лакокрасочного покрытия, то инородные вкрапления, они входят в структуру верхнего слоя, тем самым со временем разрушая её. Вот, если автолюбители никогда не слышали об этом, они могут на ощупь или визуально, если автомобиль особенно белый, увидеть их. Если на ощупь, нужно просто провести рукой за областью, за колёсами. Как правило, это всё летит из колёс, а именно колодочная пыль, частички, которые раскалены в процессе торможения, они все вот впиваются в лак. Так вот, и битум, и инородные вкрапления, и звездковый налёт, это всё тоже мы делаем, этим занимаемся, мы советуем всё-таки профилактику своего автомобиля проводить раз в полгода. То есть сезон получается, ну, такой переходящий. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации. На Пилот-радио Автостоп-шоу продолжается «Эксперты дня». Сегодня Александр Хромцовский и Норман Скомский с учредителей, директор Хромиум Центр. Я напомню, что они готовы подарить одному из слушателей подарок. Сегодня это пять премиум-комплексов мойки. Телефоны нашей студии, напомню ещё раз, но пока звонить не стоит. 337-77-78-77-10. Но прежде чем мы перейдём к дальнейшему нашему разговору, предлагаю послушать ещё одну нашу рубрику. Это рубрика «Авторелиз», и она уже прямо в эфире. Авторелиз. ГИБДД готова узаконить знак «Дети в машине на автомобилях». Об этом говорится в ответе начальника госавтоинспекции Михаила Черникова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова. Цитата «Полагаем возможным применять опознавательный знак перевозка детей на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины в качестве средства добровольного размещения», говорится в письме. Вот, казалось бы, совсем не связанная с нашим сегодняшним разговором наша новость прозвучала, но тем не менее. Вот ещё очередной знак появляется. Да, очередной знак на автомобиле. Он может отклеиться в связи с сезонными какими-то, да, там вот проявлениями снег, метель, там дождь сильный. Вот заезжаешь на мойку и в очередной раз боишься, да, что вот сейчас прямо надо отправиться в магазин за знаком. За новым знаком. Ваша химия, она насколько вот вредна всем этим знакам, которые, ну вот, порой мы обязаны клеить на свой автомобиль. Ну, здесь не обязаны, здесь сказали, что дело добровольное, но тем не менее. В данном случае, да, но вот был же момент, мы все обязаны были клеить шипы. Ну, да. Ну, химия наша, она абсолютно безвредна для этих наклеек, да и, в принципе, автохимия зачастую, она безвредна. Здесь акцентировать надо на том, что мойщик, когда давлением избивает грязь, чтобы он близко просто не подносил, дабы не порвать эту наклейку. То есть здесь всё от уровня персонала зависит? Да, тут зависит от уровня профессионализма, соответственно, мойщиков. Вот у нас, например, даже мойщики определяют, есть ли пленка на автомобиле защитная или нет, потому что это тоже сказывается на их мойке. То есть они очень деликатно к этому относятся. Ну, вот вопрос, кстати, сказать, уже в развитии. Мы много говорили про экстерьер автомобиля, коснулись детской темы. Сейчас же многие используют, вернее, обязаны использовать детские кресла. И мы знаем также, что существует проблема такая, как аллергия, которая распространена. А детские кресла пачкаются очень часто. Очень часто, да. Мыть их приходится. Я думаю, что, скорее всего, в вашем арсенале есть что-то для борьбы с этим явлением. Я имею в виду не с детьми, а с аллергией. Да, вы правы. Плюс наша химия в том, что она гипоаллергенна. То есть никакого раздражительного эффекта не будет так, как ни у собак, ни у маленьких детей. Ну да, то есть это все это самое. То есть есть специальные покрытия, опять-таки я предполагаю, что это вся та же немецкая автохимия. Кох? Я угадал, да? Все верно. А скажите, а вот что еще помимо детских кресел вы делаете в салоне? Ну, хотелось бы начать с пластиком. Пластиком мы обрабатываем средством Топ Стар. В чем его плюсы? Оно глубоко входит в структуру пластика, консервирует его, защищает от ультрафиолетовых лучей, придает либо матовый, либо глянцевый вид. Это на выбор клиента уже. А, то есть он сразу оговаривает это? Да, конечно, можно выбрать. Также есть средства с ароматизатором. А, ну то есть хотел ароматизированный. Я знаю, что вы еще также занимаетесь восстановлением кожаных покрытий сидений. Да, занимаемся и восстановлением, и перешивом. Ну, перешив, больше у нас ориентированы на все-таки те зоны, которые подвержены воздействию. Это руль и ручки КПП, как правило. А так абсолютно любую кожу в машине можно отреставрировать. Единственный минус этому будет то, что это все-таки будет временный эффект, и потому что воздействие нашей одежды, абразивных каких-то элементов, все равно отражается на коже, и верхний слой подстирается. Я думаю, эта информация интересна для тех, кто готовится продать свою машину подороже. Да, да, что машина замечательно выглядела. А почему бы и нет? Кстати, о продаже автомобиля. Меня искренне возмущает тот факт, что человек делает химчистку только перед продажей автомобиля. А все время то, что он на нем ездит, он готов мириться с пятнами, с засаленными сиденьями. Ну, да, мне тоже, например, это бесит. Порой даже с неприятным запахом в салоне. К химчистке необходимо относиться крайне деликатно, так как материалы специфичны, и также должны быть специфична химия, которую мы используем при выполнении химчистки. Ну, а как часто вы рекомендуете пользоваться, делать химчистку? То есть это раз в сезон или раз в год? По мере загрязнения. Ну, если есть дети, лучше почаще. Ну, понятно, то есть чтобы здесь эффект добиться. А эффект вы добиваетесь практически 100 из 100, я так понимаю. Все верно. Если не мы, то никто. Еще есть один такой момент. Вы сказали, да, кожаные сиденья восстанавливают, моют замечательно все, химия. А вот, например, если у меня дома кожаный диван, поможете как-то с ним восстановить его покрытие? Такая услуга у вас существует? Конечно, у нас в линейке продукции есть полочный продукт, с помощью которого вы без труда сможете справиться с загрязнениями самостоятельно. То есть у вас еще есть в продаже химия, да, которую могу я просто купить сама. Так, бытовую. Да, бытовую и сама, а я справлюсь, ну, то есть у меня нет специальных навыков. Конечно. При покупке мы вам все объясним. То есть сложного там нету ничего, если это потребуются бытовые, да, какие-то очистители. То есть вам можно обращаться и с этой позицией. Ну, это уже хорошо, еще дополнительный, скажем так, повод заехать в хромиум-центр. Александр, кстати, еще говорил об уникальной сушке, у них есть. Александр, расскажите нам, тоже, кстати, очень интересная вещь. Я хотел добавить, чтобы исключить любое воздействие на лакрашное покрытие. У нас в центре при сушке автомобиля мы используем турбосушки. Это приспособление двухтурбинное и выдает мощный поток горячего воздуха. То есть выезжая от нас, у вас не будет ни потеков, ни каких-то, вот в зимнее время особенно, льдинок между дверями. И, в общем-то, добиваемся этого каждый раз. Помимо этого, хотел еще добавить, коллега упомянул о неприятных запахахах. И для этого у нас мы используем озоногенераторы. Конечно же, он изначально был придуман в медицинских целях, чтобы стерилизовать помещение. Но мы его приспособили для того, чтобы стерилизовать полностью внутри автомобиля. Систему вентиляции и кондиционирования. Так точно. И система вентиляции и кондиционирования. И, опять же, было сказано про детей. Детей часто укачивает, особенно грудничков, которые питаются кисломолочкой. И вот эти загрязнения, их очень сложно вывести до конца. Именно остаточный запах, потому что они проникают далеко, и убрать их практически нереально. Поэтому в дело вступает озоногенератор, который без труда за полчаса убьет все запахи, микробы и, соответственно, плесень даже, которая там образовывается под ковролином. То есть автомобиль будет практически стерильным? Стерильным. Я думаю, еще раз стоит назвать адрес хромиум-центра, где вы расположены. Улица Александра Завидова, 13-12, строение 1. Ну, цены, кстати, достаточно приятные, несмотря на такое громкое название, да, детейлинг-центр. Совсем не премиальные. Ну, да, цены замечательные. Ну, передо мной как раз лежит правильный. Если учесть тем более наши, в общем-то, да, сейчас погодные условия, то защитить свой автомобиль от их вредного воздействия стоит. Тем более, что у них есть хороший слоган «Автомобиль – твое лицо». Замечательно. Это говорит о многом. Посмотрите на свое лицо, уважаемые радиослушатели. Итак, автостоп-шоу на Пилот-радио продолжается. Эксперты дня сегодня, напомню, это Александр Хромцовский и Норман Скумский, соучредители, директор Хромиум-центр. И они готовы подарить одному из наших слушателей подарок. Вот те самые уникальные. Да, 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 да. Время нашего специального премиального тематического автоприза. Рубрика «Автоприз». Итак, телефоны студии уже разрываются буквально. Я могу прямо сейчас, для того, чтобы слушателям было легче, задать вопрос, какое загрязнение вредит ЛКП. Итак, мы берем один из дозвонившихся. Итак, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Денис. Денис, вы слушали нашу программу и наверняка очень внимательно, поэтому, наверное, вам не составит труда ответить на наш вопрос. Итак, какое загрязнение вредит ЛКП? Вы лакокрасочному покрытию, вы можете прямо сразу ответить или вам все-таки нужны варианты ответа? Вообще, я слушал внимательно, но сразу почему-то я не могу ответить. Так, какое загрязнение вредит ЛКП? Инородные вкрапления. Водный камень, он же известковый налет, или битум? Давайте выберем что-нибудь одно из трех. Итак, инородные вкрапления. Так, Денис. Ну, вообще, все это, это вообще как бы все вредит. Битум, это вредит ЛКП, конечно. Именно лакокрасочному покрытию, но вот давайте... А что сильнее всего вредит? Да, тогда так, неэстетическому виду машины, а именно вот то, с чем вот практически нереально бороться. Оно прямо вот въедается в лакокрасочное покрытие. Итак, инородные вкрапления. Особенно, вы сказали, особенно их видно на белых машинах. Да, 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 это вот что? То, что особенно видно на белых машинах. Александр Норманс, засчитываем мы правильность, и так, засчитываем, и так, инородные вкрапления. Правильно, Денис? Да, да, с первой попытки. Спасибо, что, да, слушали нас внимательно. Вы помните, что... У меня вопрос для Дениса еще, а на какой машине он ездит? Вы, Денис, на какой машине ездит? А, у меня красная машина. Красная, да? Да. А часто вы моете ее? Ну, стараюсь почаще, когда зима, вот это. Ну, я прям не фанат такой мыть. Ну, вот у вас теперь будет уникальная возможность, целых пять премиум-мой. Денис, мы вас поздравляем. Я могу сказать, что вас вообще ожидает нечто. Я вот тут в планах эксперимента проделал эту мойку. Машина вот даже, несмотря на сегодняшнее вот загрязнение... Могу подтвердить, Владимир три дня уже об этом рассказывает. Она до сих пор сияет, ну, под слоем грязи, но сияет. Так что вас ждет немало приятных неожиданностей. Итак, мы поздравляем вас еще раз. Не вешайте трубочку. Обязательно расскажем вам, как забрать свой автоприз. Ну, конечно, нужно будет приехать на эту автомойку, зарегистрироваться, наверное, да, рассказать, что вы это вы. Так все вам обязательно расскажем потом. Не кладите трубку. Да, не кладите трубку. Вам огромное спасибо за сегодняшний эфир, за предоставленный замечательный автоприз. И я напоминаю еще раз, что Хромиум-центр находится на улице Александра Завидова, 13, дробь 12, строение 1, Хромиум-центр. Не пропустите, там большие красивые буквы. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Я напоминаю, гостями у нас, экспертами дня, были Александр Хромцовский и Норман Скумский, сучредители, директор Хромиум-центр. Ну, а мы, Владимир Яура и Марина Семенова, с вами рады попрощаться. В общем-то, тоже до новых встреч. Рады попрощаться, Владимир. Удачи вам и вашему авто. Пока. До свидания. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации.